Всем привет! Сегодня будем восстанавливать Римскую империю за Италию. Играть. Новая игра. Так, у нас какая-то Мали непонятная. А как мы знаем Римская империя откуда-то отсюда вот пошла от этого региона. А мы будем за Италию играть. Выбираем Италию, добавить игрока, Мали убираем. Ставлю минимальную сложность и минимальную агрессивность, дабы все быстро закончить. Насколько я знаю Римская империя она вот тут вот была, вот тут вот. Полностью Францию захватила. А вот тут вот шла, вот тут вот тут. И вроде тут где-то. И вот тут вот еще. Ну что, начнем восстанавливать территории. Но для начала нам нужно потратить технические очки на рост экономики и рост армии. Точнее содержание армии. Я надеюсь вам за кадром не слышно, но у меня очень сильный ветер. Я сейчас нахожусь в Сеуле, тут гипер сильный ветер. Просто ужас. Ведь где трущобы в Сеуле? Ужас просто. Невероятный ветер. Никому не рекомендую сюда ехать. Мне для начала надо подкопить чуть-чуть денег и уже потом буду ставить армию и захватывать общественные регионы. А то вдруг на меня сейчас нападет какое-то гипер сильное Косово. Надо подкопить армию конечно же. Пять мы с Украины, подружитесь. Предлагаю начать с захвата Франции. Но для начала нам надо подсобрать армии. Я думаю еще чуть-чуть денег, потому как не думаю то, что нам 300 тысяч прям так хватит. Все, 600 тысяч накопил и уже инфляция пошла. Ну, поэтому собираю армию. Я тут чуть-чуть подсобрал армии. Думаю, мне этого хватит. А точнее, 117 тысяч армии. Думаю, мне этого хватит. Поэтому будем уже атаковать Францию. Объявить войну. Мы тут успешно атакуем конечно, но они тоже пытаются нас атаковать. Примерно 80 армии на наши 15 тысяч армии пускают. Это конечно сильно по нам бьет, но стараемся держаться. Вот столько вот мы уже захватили кстати. Вот столько вот получается. Эндов литератив много. Ну что, продолжаем. О нет, французские войска вот тут вот через море к нам добираются. Это конечно ужасно, но постараюсь вот сюда вот тоже перестать армию. Тут какие-то самые странные армии, о которых я даже не слышал в жизни. Андорра какая-то и какая-то Марокко. Я про Марокко только знаю то, что они отправили в Украине танки. Точнее закупили в Украине танки. Максимум то, что я знаю. Я в Википедии смотрел. Попытаюсь с Францией помириться, потому как у нас везде армия, видите, разбросана. И тут совершенно мало армии. Хотя не знаю, наверное продолжу все-таки. Я придумал сдаваться. Зачем мирные переговоры объявлять. Как мы видим, Франции осталось совершенно немного. Всего лишь три региона у Франции под контролем. Быстренько их захватим и буду остальные территории захватывать. О нет, я не знал то, что этот остров тоже у Франции. А, нет, погодите, они же... Подождите, этот же остров был под моим контролем, они же захватили. Ужас. Благо это не сороковый год и у Франции нету колонии Тауту в Африке. В Алжире, например, в Ливии и Нигерии и так далее. Мирные переговоры и забираю все регионы. Я вот думаю, может все-таки сделать их вассалами, но нет. Лучше всю Францию заберу. Хотя не уверен то, что у меня получится все забрать, но попробую. Я угадал все-таки, тут я не все территории могу забрать, к сожалению. Отправить требования. Вот еще Франции чуть-чуть осталось, но ее я да захочу. Сейчас надо убрать армию, чтобы подкопить денег, потому как у нас очень злой народ. На оккупированных территориях. Я надеюсь то, что восстания не будет, потому как у нас 1% счастья у бакупирования территориях, а у меня денег минус 335 тысяч, а накапливается всего лишь 12 тысяч. Я надеюсь то, что все обойдется. Все, наконец-то я вышел в плюс. И теперь я могу порадовать жителей. Хотя они и так радуются. Был 1% 50 годов назад, а сейчас 2% счастья. Все, наконец-то они начали радоваться. Уже 49%, но минимально остается 13%. У нас переменение закончилось, поэтому сейчас буду копить деньги, чтобы до атаковать Францию. И да, я знаю, не полностью все страны были, вот эти вот, типа Швейцария, Франция, Австрия, Словения и так далее, не полностью были оккупированы. Я знаю, типа, но я не думаю то, что стоит прямо до такой степени точно изгаляться. Я переношу вот сюда вот старую армию, дабы не тратить лишние деньги. Тут, кстати, жителей очень сильно много и легко атаковать будет Францию. Всех мобилизую. Как вы поняли, армия у них не сильно сильная, но даже этому будет мало. Поэтому плюс 1000 где-то везде по Ненденберу. Вот вы можете сказать то, что я преувеличил, но я реально не знаю то, что такие страны существуют, типа Гренти. Ужас. Или какой-то мэн. Что это вообще такое? И самое жалоственное, что я не могу даже посмотреть, где они находятся. Или могу как-то, но мне лень. Потом наберу армию, как я уже сказал, и уже буду атаковать Францию. Думаю, этой армии мне хватит и еще на следующие походы останется. И вот тут вот еще чуть-чуть армия. Суммарно, у нас 45000 армии. Кстати, мы на пятом месте в мире. Ну что, будем нападать на Францию? Франция. Обейте войну. Обейте войну. Историческое событие. Последний регион у Франции остался. Больше нигде Франции нет. Захватываю и иду на Швейцарию. Мирные переговоры. И теперь точно, наверное, заберу все территории. А отправить требования. Да. Все, теперь это на все наши территории. Ассимилирую население. Провожу уроки о влажном. И теперь меня все население обожает. Мы, правда, со всеми поссорились, но да ладно. Я вот вам хочу сказать, на самом деле, вот в реальной жизни если, то Швейцарию не так просто победить. Типа, в ней есть минусы, то что везде горы. Это же поэтому третий рейх не мог ее атаковать. Много бы ресурсов очень ушло. Поэтому объявить войну Швейцарии. Обейте войну. Обейте войну. Швейцария как ни пыталась бы, она не смогла пробить нигде нашу армию. И это очень хорошо. Последний регион захватил и все. Мирные переговоры. Мирные переговоры. И забираю все территории. А, кстати, они не сильно злые, потому что мы их захватили. 65% в ассимиляции. 7000 армию на них потратили. Ужас. Я подвел сюда войска. Думаю, этого мне хватит на всю Испанию. Поэтому, думаю, уже можно объявлять войну. Тут, кстати, Северная Корея с Йеменом подружилась. Ничего нового. Обейте войну. Обейте войну. Они вообще никак не могут сопротивляться нам. Кстати, нам отправили обзывательство Мексика. Но ничего страшного. Нашу армию очень сильно разбивают, правда? Но... Держимся. Думаете, почему у нас так много денег? А потому что армии все меньше и меньше и меньше расходов на них. Ужас. И с одной стороны хорошо, а с другой плохо. Вообще, это очень плохо, потому как у нас деньги и так есть, а армии нету. Ужас. Вы видите, у них 12000 армии. Точнее 16. Ужас. Даже больше. Не могу никак их победить, правда, но пытаюсь дальше. О нет, мы вообще не можем никак продвинуться. Я проиграю все время. Но буду пытаться дальше. Хех. Просто трэш. Испания тут через море отправляет войска. Мне уже страшно, на самом деле. Попрошу у них мирные переговоры и подкоплю армию, чтобы лучше их победить. О, они отправили... О, они согласились на мирные переговоры. Сейчас буду у них собирать более лучшую армию и уже тогда атаковать. А то бесполезно, он сейчас проатаковал. Ужас. На самом деле, кстати, в нашей стране очень сильно много людей, поэтому большая армия получится. О нет, у нас сейчас деньги закончились. Но ничего страшного, этой армией я попытаюсь напасть на Испанию. Думаю, 62000 армии мне хватит. О нет, мы можем только отправить... О нет, мы можем только объявить войну через 29 годов. Ну что, ждем. У меня, правда, в крайне вообще нет денег, но ничего страшного. Наконец-то мы можем объявить войну. И сейчас объявляем войну. Объявить войну. Они, естественно, не были готовы к новой войне. А у нас тут 38000 армии, это почти 40 тысяч в одном только регионе. Поэтому мы должны выиграть. Я взял немного займов, точнее кредитов. И для того, чтобы подкрепить больше армии. Ну как тут они могут прорвать регионы. Уже половину Испании мы съели. Осталось только доесть. Все, Испании уже половины нету, даже большая часть, можно сказать. Два котла сделал из полстраны. И думаю то, что скоро победю. Я тут заметил то, что тут есть острова, и именно с них они делают высадку на нашу территорию вот тут вот. Попытаюсь их быстренько забрать. Тут, кажется, можно не ограниченно вообще брать займы. Правда, плата повышается, но да ладно. Строю тут порт, чтобы быстро сюда вот добраться. Я вот на самом деле сейчас пытаюсь найти, где сейчас находится Испания, потому как ее нигде не вижу. Думаю объявить мир как-то. Мирные переговоры и забираю все территории. Все, мы помирились. И теперь нужно порадовать народ как-то. Но для начала надо разобрать армию, потому как все деньги съедают. Оказывается, у нас, кстати, долгов тут нету. Они, наверное, сами погасились уже, пока я тут зарабатывал деньги. А, вот где Испания, еле нашел ее. Вот, оказывается, где она. Ну и видите, на самом деле, то, что тут именно острова находятся ее. Потому как раньше тут тоже была Испания, у них с Марокко еще был конфликт. Но да ладно. Кстати, если кто не знает, из Марокко сейчас бегут в Испанию массово. Ну, не жители Марокко, а все африканцы, типа, они сюда съезжают и вот сюда вот добираются. Хех. Ну, опять же, насколько мне известно. Хех. Сейчас буду именно падать на Алжир. Думаю, вот эти вот территории забрать, чтобы не сильно много было. Вот эти вот территории у Марокко, Алжира, Туниса забрать, у Ливии, у Египта и так далее. Но да ладно. Мы, кстати, почему-то дружим с Вьетнамом. Хех. Ужас. Думаю, что десят тысяч армий мне хватит для того, чтобы атаковать Алжир успешно. Алжир обидит войну. Тем более, они с нами не дружат вообще. Обидит войну. Было минус 30 отношений, сейчас минус 100. Хех. Ужас. Надеюсь, Алжир такой же слабый, как и в жизни. Поэтому, надеюсь, то, что быстро все закончу. А, нет, он вообще не слабый. Но, думаю, то, что победил. Вот, я захватил берега, и теперь нам не потребуется держать армию вот тут, в морях. Ну, как они никак в море не двинутся. Кстати, на нас Хорватия напала. А, и, кстати, хочу сформировать Римскую империю. А, нет, надо же... А, нет, надо захватить эти вот территории. Тут, кстати, сразу показано. Так, кажется, эту территорию не надо захватывать. Ну, ладно. Мирные переговоры. Все, мы тут подружились. Теперь сразу знаю, какие территории надо захватить, а какие нет. Осталось вот эти вот регионы, вот, Марокко захватить. Только надо подсобирать тут армию. Моя любимая рубрика. Что сейчас происходит в мире? Белоруссия напала на Германию. Украина напала на Беларусь. А Китай напала на Россию. Вывод так в жизни. Австралии вообще лишились Аляски. Ну, бывает. Австралия только начать захватила, ну, ладно. Китай вообще захватил Индию. Ну, ладно, продолжаем. Марокко с нами, правда, пытается дружить, но все равно объявить войну. Объявить войну. Объявить войну. Правда, на самом деле, я не думаю, что нам 30 тысяч армии хватит нам Рокко, но попытаюсь. Попытаюсь забрать только эти территории, потому как только они и нужны нам для того, чтобы восстановить Римскую империю. Отправить реванья, отправить реванья. Все забрал. О, нет, я не забрал вот эти вот три региона. Ужас. Точнее два. Нам надо сейчас забрать весь Тунис. Сейчас этим займусь. Объявить войну. Объявить войну. Объявить войну. Мирные переговоры. И забираю все территории. Отправить реванья. Хочу отправить ультиматум Алжуру для того, чтобы потребовать провинции. Они не согласились, но сейчас подсоберу армию, тут и буду воевать с ними. Мы, кстати, на первом месте в мире. Но не тут. А вот тут вот. По рейтингу. О, он отдал нам провинции, хоть мы уже подсобрали армию, но все же. Сейчас заберу Португалию. Я буквально открыл это вот для себя окошко. Я раньше не знал, что так можно делать. Типа, клац сюда и смотреть, что надо еще захватить. Объявить войну Португалию. Объявить войну. Объявить войну. Хоть мы дружили на 56%. Точнее на 56 дипломатии. У Португалии такая же шутка, что и у Испании. У них тоже острова где-то далеко находятся. Но сейчас я до них доберусь. Мирные переговоры с Португалией. Мирные переговоры. Мирные переговоры. А, стоп, я не подстрелил эти острова. Нужны нам или нет? Да, они нам нужны, кажется. Отправить требования. И все. Мы на шаг ближе к Римской империи. Сейчас хочу захватить Бельгу и Нидерланды по-быстрому. А, нет, Люксембург тоже. Оказывается, сейчас Япония с Колумбией воевали. Ужас. Кругом войны. О нет, на нас напала Турция. И Америка. Попробую с ними вымириться. Хех. Надеюсь, что получится, на самом деле. А то мы не вытянем войну с Америкой. Америка не хочет с нами мириться. Но... Не надо даже, кстати, что делать. У меня гениальный план. Пока они не добрались, попробую просто восстановить Римскую империю и закончить ролик. Пока США до нас не добрались со своей армией. Хех. Бельгия. Объедет войну. Объедет войну. Объедет войну. О нет, Америка тут вот делает высадку. Но ничего страшного, попробуем все равно атаковать их. Мирные переговоры и забираю всю Бельгию. Делаем тут высадку и забираем территорию, которую оккупировала Америка. О нет, я не туда нажал. Ужас. Прошу последний раз, что в Америке мирные береговые, честно. Хех. О, не согласились, наконец-то. Дальше у нас по плану захватить Нидерланды. О нет, у нас повстанцы. Объедет войну Нидерландам. Не думал никогда то, что настолько сложно захватывать будет Нидерланды. Ну как это просто вот нереально. До сих пор не понимаю, как у них вообще поместилось 14 тысяч армии во всей стране. Хех. У нас опять появились тут по станции. Я не знаю, почему они появляются постоянно. Может их из США спонсируют, но не знаю. Тут даже люди счастливы. Не понимаю вообще, почему они появляются. Все, забрал эти территории. Смотрим, что еще дальше захватывать надо. Предлагаю захватить Британию, точнее часть ее. Опять же рубрика «Альтернативная история». Китай полностью захватил Россию. Соединенное Королевство. И объявляем войну. А ведь войну. Попытаюсь провести мирные переговоры, потому как у нас с армией вообще очень сильно плохо. У нас вообще ее почти что нет, всю съела британская армия. Ура, мы помирились наконец-то. Мои друзья все-таки. Я тут чуть подсоберу армию, потому как тут большое население. И опять справлюсь в бой против Британии. Ее на самом деле не так уж много осталось, но все же. О нет, нам же придется все равно территорию отдать, потому как эти территории не входят в Юнскую империю. 55 тысяч армии накопил. И теперь думаю можно уже выдвигаться на Соединенное Королевство. О нет, опять повстанцы. Сейчас попробую правда тут территорию вот эти вот забрать с помощью ультиматума, но не знаю получится ли вообще. Попробую забрать вот эти вот территории, отправить ультиматум. Они не согласились, поэтому сейчас будем воевать. Объявить войну. Объявить войну. Я сейчас отходил, я только что пришел. Будем дальше захватывать Великобританию. Сейчас буду оправдать мирные переговоры. Так, мирные переговоры. Нам нужны только вот эти вот территории, досюда по-моему. Я потом отдам эти территории, если что. Все, наконец-то мы помирились. Вот видите, вот эти вот регионы 2 надо отдать. Точнее 3. А я их просто заброшу. Забросить, подтвердить. Все, я их забросил. Так, и вот эти вот регионы надо тоже забросить по-моему. Так, ну я потом уже их заброшу. Нам нужно забрать вот эти вот регионы. Германские. Сейчас хочу отсюда вот армию переместить. Вот сюда вот. Мне нужны вот эти вот регионы. Приграничные. Хех. О нет, нам объявила войну Норвегия и Иран, по-моему. Сейчас с ними попробую помириться, чтобы не воевать. Ура, мы смогли помириться. О нет, мы в войне сейчас с Японией, какой-то странной страной и сейчас с какой-то странной страной. Ура, я смог с ними всеми помириться. Совсем забыл про ассимиляцию населения. Мне кажется, только осталось вот сюда вот войска передвинуть в море, точнее. А, и уже можно будет атаковать. Я тут поставил наблюдательные башни, тут они ничего не видят подозрительного. Не сильно дорвать, как тут много армии будет. Мы, кстати, с Германией дружим, хочу сказать. Хех. О нет, у нас опять повстанцы. Я отправляю вот сюда вот морских военных. Переместить, и вот сюда вот отправляю. Все, думаю, уже можно объявлять им войну. Ну как, у меня вообще совсем денег нет. Объедить войну, объедить войну. Сделаю парочку высадок, чтобы легче было. Хотя мы не полностью Германию будем брать. А только вот эти вот территории прибрежные. Ну как прибрежные, приграничные. Нам осталось лишь забрать вот эти вот территории и вот эти вот. Вот эти вот, да. Ура, мы помирились. А сейчас под накоплю еще армии и еще раз проатакуем. Это какой-то ужас, прям поражение за поражение. Хех. Я снова объявил им войну. И еще раз попробую забрать территорию. Хех. Осталось всего лишь эти три региона взять и все. И мы на шаг ближе к восстановлению Римской империи. Мы уже половину Римской империи восстановили. Я, наверное, кстати, захвачиваю эти территории и будем заканчивать ролик. Следующую часть сделаю. А то очень затянутый ролик получится. К тому же, не знаю, вам будет интересно вообще это проходение или нет. Делать ли вторую часть. Этому нам кажется то, что просмотр всего лишь на две минуты. Ужас. Все, я забрал вот эти вот территории. Остальное уже Австрия идет. И буду просить мирные переговоры. О нет, они отказались от мирных переговоров. Но ничего страшного. Мы и так знаем в принципе то, что мы захватили, да? Верно ведь? Поэтому предлагаю закончить на этом ролик. Поэтому пишите в комментариях. Делать ли вторую часть. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.